Работы по обновлению старого здания начались в сентябре прошлого года, после получения гранта Европейского фонда. Проведена полная перестройка неприспособленных под хранение экспонатов помещений бывшей школы. Сделан капитальный ремонт как снаружи, так и внутри. Входы оснастили по европейским требованиям с возможностью доступа для людей с особыми потребностями. Главную проблему для хранителей наследия представляло печное отопление. Часть экспозиции хранились температурными нарушениями даже внутри латвийских норм. Специально с учетом важных нюансов была отстроена новая современная котельная с использованием в качестве топлива древесных гранул. Из общей сметы в 300 тысяч ладов чуть менее половины покроют за счет целевой проектной дотации. Как отметила исполнительный директор думы Ванда Кезика, идея вынашивалась давно, пока не сложились обстоятельства. Все делается в соответствии с программой развития края. Если это составлялось, то один из приоритетов, конечно, было привести в порядок нашему музею. Потому что приоритет развития края – это туризм. Тем более, что Далгово-Слоге – это один из тех объектов, которые самые посещаемые в нашем крае. И второй после крепости, если брать информацию, нашу длиться. Поэтому, конечно, этот объект уже был и морально, и физически не соответствовал тем требованиям, которые сегодня по туризму предъявляются. Тем более, что они очень активно работают. Работы будут продолжены до конца сентября – времени официального открытия учреждения культуры. В этот промежуток времени запланировано вложить еще порядка 50 тысяч в благоустройство интерьера и прилегающие территории. С учетом статуса природно-охраняемой зоны Далгово-Слоге, власти надеются привлечь еще больше туристов. Так, в процессе подготовки находится и проект реконструкции филиала музея на берегу реки – уникального подворья староверов в деревне Слутишки.